Недавно новостные издания сколыхнула новость. Якутианин, переехавший в Новосибирск, готов продать свою почку ради того, чтобы оплатить кредит на свадьбу. Действительно ли есть черный рынок донорства и что же мешает врачам поставить на поток официальную легальную трансплантацию органов? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с нашими гостями. Тема разговора в студии – органное донорство в Якутии. В прямом эфире не пропусти главный ведущий Иван Луцкан. С 20 по 22 октября в Якутске прошел благотворительный и просветительский фестиваль «Надежда на будущее». О чем же был он, расскажет наш следующий сюжет. На первый взгляд четырехлетняя Настя ничем не отличается от своих сверстников. Но каждый ее день буквально расписан по минутам. Прием лекарств, уколы и утомительная 14-часовая процедура перитониального диализа. Единственная почка – одну девочки удалили в полтора года из-за онкологии – не справляется. У нас нет специалистов, которые могли бы везти нас, хирургов, которые могли бы поставить нам таким детям катетер брюшной. И также связано с тем, что из-за этого приходится малейшее изменение в программе. Приходится советоваться с Москвой, ездить в Москву. Это накладно получается, потому что в основном это как-то в экстренном порядке надо проводить. И поэтому надо срочно-срочно, быстро-быстро деньги собирать и ехать. И это не дожидаясь, когда Минздрав сможет выплатить на проезд. Мама и дедушка Настя готовы отдать свою почку, но для этого девочке надо подрасти, чтобы взрослый орган поместился в ее пока маленьком тельце. В России детское донорство еще не узаконено, а посмертное донорство только развивается. В этом году в Якутии выполнено две операции по пересадке органов от посмертного донора. До этого пациентам с термальными стадиями заболеваний почек и печени пересаживались органы только от живых родственников. 14 лет назад Афанасий Лугинов отдал свою почку родной сестре. После операции моя жизнь сильно изменилась. У меня родился ребенок, которого ждал 30 лет. Работа пошла в горы. Так что советую, если получается, все совпадает, помогать тем, кто в этом нуждается. Чтобы количество доноров увеличивалось, люди больше должны знать о трансплантологии, уверены врачи. В первую очередь должно измениться общественное сознание, перестать думать о предрассудках, которые были когда-то навязаны и о так называемых черных криминальных трансплантологах и изъятиях. И именно ради этого работает сегодня фестиваль. Фестиваль «Надежда на будущее», проведенный в Якутске во второй раз, как раз призван просвещать и помогать как тем, кто прошел трансплантацию, так и тем, кто ее ждет. Также организаторы социального проекта выступили с инициативой региональной поддержки доноров. Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Гатье даже направил свое видеообращение к властям Якутии. Как мне дальше жить? Немногие знают, что автор повести, по мотивам которого создан нашумевший фильм «Мой убийца» Егор Неймохов, перенес операцию по пересадке почки и 14 лет после этого жил полноценной жизнью. Благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву была проведена операция по пересадке почки в Санкт-Петербурге в 1997 году. И все свои произведения, основные, он написал после операции. Он жил полноценной жизнью, он никогда не считал себя больным человеком. И люди тоже не знали, что у него пересаженная почка, вот так относились к нормальному человеку. А это, наоборот, помогает ему жить, творить. Возможность каждый день радоваться солнцу, творить, не это ли главное в жизни человека? И каждый из нас может помочь, кто в этом нуждается. Туяра Филипова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Первый вопрос будет как раз-таки Наталье Каратаевой, которая была инициатором всего проекта. В чем же его основная идея и почему возникла, собственно говоря, она? Добрый вечер. Если коротко говорить о социальном проекте «Надежда на будущее», то это первый интернет-проект Якутии, который реализуется совместно с врачебными и пациентскими сообществами для информирования населения о профилактике лечения заболеваний почек и печени. Начали мы свою работу в 2013 году, и проектная деятельность у нас рассчитана до 2017 года. Сразу скажу, что проект – это не только тема донорства органов. У нас есть специальные программы для наших пациентов, есть родительский клуб, также программы по профилактике заболеваний почек среди населения, и у нас есть много совместных проектов с социально ориентированными некоммерческими организациями Якутии. Что касается проектов для населения, это у нас просветительские проекты. В первую очередь это, конечно, тема донорства органов и тема профилактики заболеваний. У нас в прошлом году, в 2015 году, был очень хороший совместный проект вместе с нашим Министерством здравоохранения Республики по созданию девяти пилотных площадок для скрининга населения на раннее выявление заболеваний почек. Но, к сожалению, проект мы развить дальше не смогли по ряду причин, но, тем не менее, результаты скрининга по одному улусу, в частности по Нерингринскому, они вошли, так скажем, в основу дипломного проекта нашего студента-волонтера. И предполагалось, что эта дипломная работа, она станет первой ласточкой именно в научном сопровождении нашего проекта. А теперь, что касается нашего фестиваля и темы донорства органов, то с каждым годом фестиваль проходит на более высоком уровне. В этом году мы привлекли большее количество общественных организаций и привлекли пробона. Благодаря профессионалам мы смогли привлечь внимание именно общественности к теме донорства органов. И очень большая благодарность нашим социальным партнерам, общественной организации, творческая группа «Дети солнца» Кюн Огол Ра, за прямо вот очень большую неоценимую поддержку в работе, нашей работе. Вот как раз было сказано, что по донорству этот год прорывной для Якутии, и в принципе уже сделано две, я так понял, пересадки. Планируется в перспективе еще, а что же мешало это сделать раньше? Потому что, в принципе, технически, наверное, мы были уже к этому готовы, да, Ольга? Ну, в принципе, да, потому что нормативная база, она уже давно была отрегулирована. Два больших закона были, которые регулировали трансплантацию. Но с 1 января 2016 года вышел основной нормативный акт, который помог нам далее продвинуть и сделать прорыв именно в посмертном донорстве. Почему? Потому что посмертное донорство, оно жизнится на констатации смерти мозга. Вот это основная проблема, наверное, и этическая, и философская, и в общественном сознании, мне кажется, много вопросов вызывает. Это первое. Второе, это, конечно же, подготовка кадров. Нам пришлось достаточно усиленно заниматься подготовкой кадров для ведущей больницы РБ-1 и РБ-2. Затем, конечно же, это финансирование, потому что, сами понимаете, что эксплуатация – это достаточно дорогостоящая процедура и операция. Но когда это все вместе сложилось, то 22 июля мы в первый раз провели трансплантацию именно по смертным органам. Но если вот опять же копнуть в цифры, статистика, сколько у нас официально зарегистрированных больных с терминальной стадией поражения почек и печени? На сегодняшний день у нас в республике получают заместительную почечную терапию методом гемоидеальта 340. Это в Ньюрингере, Мирино, на больших городах, в Жатайе и в городе Якутске. Вот новый центр открылась на 30 аппаратов. Ну и наш медцентр, который работает уже со дня открытия, да? 340 человек на миллион населения так получается. Ну и еще плюс к этому, у нас, скажем так, перед терминальной подготовительной стадией, где-то около 150-180 человек стоит там, ну очередь, не очередь, но они готовятся там. Врачи их немножко ведут, мы готовимся, их готовим, работаем с ними. Ну вот где-то перемена тогда получается, сколько там, около 500 человек на миллион населения. Это как раз... Те, кто реально нуждается в пересадке почки. Да. То есть там нужен один или два органа сразу? Есть такие? Нет, здесь не все, вот 500, скажем, ожидающих, там всем необходимо, всем невозможно пересадить. В принципе. Ну и поэтому, вот как Ольга говорила, мы тоже готовимся, готовились. И сейчас реально вот в данное время мы где-то 30-35 человек, ну практически подготовили к пересадке почки. Ну это по группам крови, там, по типированию и по другим заболеваниям, состояниям. Да, вот эти 30-35 человек нас реально ждут. Вот есть 340. А по печени? Ну у нас в республике ведется республиканский регистр больных с хроническими вирусными гепатитами. И по этому регистру у нас числится около более 14 тысяч человек с хроническими заболеваниями печени. Из них 590 в стадии цирроза печени. Но тоже оговорюсь сразу, что не все 590 нуждаются в трансплантации. У нас в отделении ведется определенный отдельный регистр больных, которые уже подготовлены к трансплантации печени. Которые ждут своей очереди, нуждаются в пересадке. И в этой очереди сейчас более 20 человек. То есть они уже готовы к трансплантации, они ожидают вызова или ждут возможности того, что операция может быть проведена или здесь, или в центральных городах. Сколько времени занимает этот процесс согласования, то есть определение донора, определение возможности пересадки именно этому человеку? Ну, вообще-то, в принципе, если мы готовим планово, то получается где-то около месяца уходит на подготовку. Если ситуация экстренная, ну, необходимость трансплантации стоит вот буквально, то получается где-то 2 недели, наверное, самое быстрое, что мы сможем подготовить больного. Здесь, опять же, речь мы идем о трупной печени, кадаверной. Нет, это мы говорим и о рудственной, и о кадаверной трансплантации. Вот сейчас модно говорить о слове такой презумпция, согласие. Что это? Ольга Викторовна, вы, наверное, или Виктор? Вопрос отвечу. На самом деле, вы знаете, я бы хотел немножко поправить. Совершено 3 трансплантации от двух посмертных доноров. Первая трансплантация была забор почки, трансплантация почки. А вторая мы уже забрали 2 органа. Это была печень и одна почка. То есть, по идее, получается 3 трансплантации. Поэтому я вот хотел поправить. Значит, что касается истории нашей трансплантологии, если можно, да, у нас в якутской трансплантологии 3 вехи, самые такие основные. Это 27 марта 2001 год, когда состоялась первая трансплантация от родственного донора московскими нашими коллегами с Института трансплантологии и искусственных органов. И, в общем-то, ну, далее трансплантация, которая совершилась 22 июля, это трансплантация, когда... Альберт Иванович, я предлагаю продолжить этот разговор после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. И так мы продолжаем наш разговор. Альберт Иванович, все-таки презумпция согласия. Что это? Да. И презумпция согласия. Презумпция согласия, если просто выразить, это значит, если человек до положенного срока, ну, так сказать, до смерти, он никаким образом не проявил волеизъявления о том, что он не согласен на изъятие органов, то, в принципе, получается, он согласен на то, чтобы у него изъяли органы. Вот наиболее простое, наверное, объяснение вот этого термина – презумпция согласия. И это законодательно у нас по Российской Федерации это внедрено. Ну, вот любой бы человек, да, ну, вот если он не врач, он бы сразу бы задался одним вопросом. Это получается, иду я иду, оп, меня взяли, порезали, вытащили. Если я раньше не написал согласия. Или же какие-то определенные только используются трупы для этого? Ну, во-первых, он должен быть, конечно, он должен подходить как донор по многим критериям. Это очень такие узкие критерии, которые есть. Это смерть мозга, это должны быть сохранные органы, это должен быть возраст, это состояние его здоровья, инфекции и так далее. То есть, получается, человек должен умереть-то в больнице? Их очень много, да, это он должен умереть в больнице. Это только в медицинской организации, только. На сегодняшнем ими только так. Я бы хотела спросить, как себя чувствуют эти пациенты? Наверное, многих интересует. Интересует? Ну, на сегодняшний вопрос, конечно. Эти пациенты, благодаря нам, Богу и, не знаю, всем, они чувствуют себя, я бы сказал, удовлетворительно на сегодняшний момент. Ну, в общем-то, мы, как бы, медики в прогнозах никогда не скажем, что отлично или хорошо. Удовлетворительно, это вполне, мне кажется... Они дома уже? Они дома, выписаны. Ну, вот по поводу все-таки тех проблем, которые возникают. Вот товарищ Мещерин, он в своем выступлении в сюжете сказал о том, что мы готовы пересаживать. Проблем нет. Но вот сейчас вступает такая информация, что будет приниматься новый законопроект в Госдуме, который немного, возможно, притормозит этот процесс и не даст развиваться. Так ли это? Или же все-таки возможность есть, и мы дальше поставим на поток этот вопрос? Коллеги врачи. Ну, некоторые боятся, конечно, этого нового законопроекта. Но при внимательном чтении, в принципе, понятно, что основовлагающий принцип трансплантологии он абсолютно не меняет. Там же остается презумпция согласия, там же остается запрет на изъятие органов, если есть воля изъявления гражданина, что он не хочет, чтобы остановиться донором. Но чем хороший, мне кажется, законопроект, там четко прописаны как раз процедуры. То, что сейчас достаточно непрозрачное для населения. Каким образом волеизъявлять свое желание, становиться или не становиться донором? Кто может волеизъявлением заниматься, помимо самого гражданина? Ну, конечно, говорится, и большая вот статья там есть о создании федерального регистра. В этом федеральном регистре каждый гражданин может, в принципе, уже изъявить свое желание. Я не хочу быть донором. Или я изъявляю желание... Вот именно вопрос, сколько не хочу. А если я хочу, тогда как быть? Мне только надо в больницу попасть и умереть там? Ну, презумпция согласия... Как выходит? Не дай бог, конечно, но, в принципе, презумпция согласия говорит о том, что если вы между уже жизнью и смертью, и вот скоро уходите на тот свет, и не изъявили четко свои позиции о том, что вы не хотите становиться донором, то вы уже потенциальный донор. А все-таки вот у нас в республике, как вы думаете, насколько увеличится количество таких пересадок, и готовы ли мы дальше в таком же темпе наращивать объем? Ну, все, в принципе, есть. Нормативная база четко расписана. Кадры есть. Есть и оборудование вроде бы как. Я считаю, что достаточно много сейчас, почему мы все и пришли, вот врачи, что за научным прогрессом все-таки немножко отстает общественное сознание. И чтобы не было вот многих таких криминальных историй и прочих, не было криминальных разных подозрений, мы считаем, что достаточно много надо работать именно как раз с обществом и с гражданами. И рассказывать о том, что здесь ничего страшного нет, есть только во благо. Вот этот научный прогресс, это все достижения, которые есть в медицине и в науке, направлены на благо, на спасение жизни людей. Вот как раз вот по поводу блага, да, была затронута тема детей. Ведь дети – это цветы нашей жизни, это будущее. А вот как с ними? Ведь детское донорство сейчас не развивается. Ну вот как раз в новом законе, который должен выйти, он готовится. И там прописана одна из статей, ее входит, как раз донорство, детское донорство. То есть эта тема, она злободневна, она везде, во всем мире злободневна. Как от ребенка, то есть детям подходят только детские органы. И в данной ситуации, конечно же, должно быть так, что и у нас в России должно развиваться органное донорство и от детей. И вот этот закон, он как раз прописывает, как это делать, механизмы, что делать, какими путями идти и так далее. Я вот не просто так перешел оттуда сюда, да, я вот хочу просто задать коллеге вопрос. Александра, вот ты как простой гражданин, вот твое отношение к этой теме, к донорству? Я очень даже за. Вот как раз в апреле, по-моему, в месяце, в РБ-2 проходила школа органного донорства, и мы сделали передачу на эту тему, а потом уже следующая передача у нас вышла как раз после первой операции, операция по пересадке трубного органа, да, в августе месяце. И чтобы узнать мнение народа, мы вышли на улицу. К удивлению, скажем так, да, большинство интервьюерных были за и даже согласились бы дать свои органы, да. Но, к сожалению, многие не знают о таких понятиях, как презумпция, согласие. И даже когда мы смотрим федеральные какие-то интернет-ресурсы, да, СМИ, скажем так, и у нас в республике такая проблема, очень мало информации. На самом-то деле даже преобладает какие-то, скажем так, отрицательная информация. Нужно просто сдвинуть мнение общественности, поменять отношение к этой проблеме. Нужно побольше рассказать, да, и, кстати, я встретилась, столкнулась с такой проблемой, когда готовили передачу, мы довольно проблематично было найти пациента, который получил данную медицинскую помощь. Поэтому мне нужно, хотелось бы сказать, что и больные, и врачи были открыты к этой проблеме, и активно журналисты начали рассказывать именно про это. Ну вот в последнее время мы слышим, как и Русская Православная Церковь активно принимает участие в обсуждении таких значимых вопросов. Вот недавно мы как раз обсуждали аборт. Теперь вот вопрос донорства. Все-таки отношение РПЦ, каково оно? Отношение РПЦ, оно изложено в официальных документах и в основах социальных концепций РПЦ. И вот там о донорстве органов говорится приблизительно следующее, что жизнь — это наибольший дар Божий, и это самое главное, что Господь подарил человеку. И наше тело — это святыня. Но ни в коей мере донорство органов и тканей не препятствует спасению человеческой души, не препятствует нашей загробной жизни с Богом. Поэтому хотелось бы развенчать те мифы, те стереотипы, которые сложились, к сожалению, среди народа о том, что вот если у меня не будет почки или печени, то я не смогу войти в Царствие Небесное. Такое, к сожалению, тоже есть мнение. Вот, это не моя мысль, а, как уже было сказано, официальный документ церковный. Нужно к нему прислушаться. Конечно же, вместе с этим мы не перестаем призывать общественность внимательно относиться к этому вопросу. Потому что необходимо исключить всякую спекуляцию, всякие теневые схемы и все то, о чем так любят говорить наши СМИ. Но мне кажется, что сейчас государство делает достаточно много для того, чтобы этот процесс донорства лежал исключительно в законных руслах и рамках, и чтобы все это было максимально прозрачно. Хочется сказать, что пожертвовать частицей себя, как при жизни, так и после смерти, это, наверное, один из величайших подвигов, который человек может завершить. Вот вы как раз затронули два вот аспекта очень интересных. То, что можно и при жизни пожертвовать, и трупный, да, то есть после смерти. Вот мы как-то все о трупном, да, который вот больше будоражит, как так, вот у трупа можно взять, а есть же еще понятие родственного донорства. Вот здесь вот с этим делом как, Альберт Иванович? Вот я как раз про историю говорил, что в 2001 году, 27 марта, у нас состоялась первая трансплантация от родственного донора. Почему это трансплантация? С тех пор произошло уже более 80 трансплантаций, произведенных подобных операций у нас в республике. И этот опыт, в общем-то, по России, он наибольший опыт на сегодняшний день. И, в общем-то, общаясь с нашими коллегами, нам всегда как бы с удивлением говорят, а как это у вас пошла вот эта вот трансплантация. Я считаю, что это действительно наш менталитет, менталитет нашего северного народа. Мы готовы прийти пожертвовать всем, прийти на помощь. И вот именно этот менталитет нас и отличает. И вот в данной ситуации, что у нас вот эти операции пошли, это вот именно на этом и жиждится. На том, что мы готовы пожертвовать ради спасения жизни своего близкого, своего земляка, своего родственника, даже органам. Вот опять же, как человек узнает, готов он, не готов, может ли он помочь своему родственнику или нет? Только ли достаточно типирования там по резус-фактору, по группе крови или еще какие-то необходимые инструментальные методы? Да нет, конечно же. У нас отношение к донору примерно такое. Он у нас готовится к полету в космос. То есть он должен быть настолько здоровым человеком, чтобы улететь в космос. То есть вот это проблема или это плюс? Это плюс. Мы должны дать гарантию в том, что он будет не только жить, но он будет жить полноценно, этот донор. Вот в этом вся и суть трансплантации именно от родственного донора. Если у него есть проблемы с здоровьем, естественно, он сразу же на первых этапах отметается. То есть до типирования, до того, как мы начнем его готовить к тому, что он станет донором, мы изучаем его историю болезни. То есть какие есть у него заболевания и проблемы. Как раз мы затронули, каким должен быть донор, а вот реципиент, кто получает эту печень. Ведь мы знаем, что цирроз печени порой это заболевание бывает и социальным. Вот в этом плане какая-то градация идет, то есть она мне с жизнью человека и так далее. В чем его причина цирроза? Ну, естественно, конечно, мы обязательно смотрим на ту причину цирроза, которая вызывает, вот это приводит к стадии цирроза печени. Естественно, что на трансплантацию у нас идут больные, которые имеют строгие определенные показания. Спасибо. Мы сейчас тоже перервемся на рекламу и продолжим весьма интересным вопросом. Вышел буквально недавно новый фильм в рамках проекта «Надежда. Будущее». И мы посмотрим небольшой трейлер и обсудим его еще. Оставайтесь вместе с нами. Итак, прежде чем задать мой вопрос нашим гостям, я предлагаю посмотреть трейлер фильма и продолжить беседу. Продолжение следует... 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 Если взять моего отца, моего донора, то у нас сейчас нет возможности пройти обследование, и мы очень хотим, чтобы наш донор оставался здоровым. Это для нас сейчас самое главное. И вот я сейчас обращаюсь к реципиентам, если вы видите наш эфир, то давайте вместе как-то продвинем вот эту тему региональной поддержки родственных доноров. Вот опять же, тут коллеги предлагали затронуть вопрос черного донорства. Вообще это возможно, чтобы тебя, я же вначале говорил, поймали за руку, увели куда-то в подвал, резанули, вытащили и все. И вот, забирай, пожалуйста, за 20 тысяч долларов почку. Или нет? Конечно нет. Почему? Но мифы-то ходят. Ну, мифы, возможно, ходят, потому что мы сами, наверное, распространяем. В целом-то система, посмотрите, полторы тысячи донаций в Республике, в Российской Федерации. Ну и где-то какой-то единичный случай, где-то на Украине, там или еще где-то. Но почему-то мы больше затрагиваем именно эти единичные случаи и не говорим в целом о системе. А система, можно так сказать, ну, хотя бы хоть как, но она работает. Потом нормативными базами. Сформировано так, что, ну, невозможно, в принципе, фактически на сегодняшний момент, а по крайней мере в городе Якутске, заниматься вот этими нехорошими криминальными делами. Во-первых, изъятие происходит только в медицинской организации. Причем разделяются. Те медицинские работники, которые занимаются констатацией смерти мозга, это одна организация. Те, кто занимается изъятием органов, это совершенно другая организация, другие медицинские работники. И они между собой в этом плане никак не связаны. Мне кажется, это как раз одна из таких основополагающих причин, базисов для исключения криминальной составляющей. Именно в трансплантации трупных органов. То есть вопрос опять упирается не только в нормативку, но еще и в самое главное, что везде всегда мы говорим. Это в деньги. То есть это процесс дорогостоящий. Конечно. То есть не каждый черный донор может себе позволить такие условия, чтобы это осуществить. Я правильно понимаю? Во-первых, участие, конечно, высококлассных специалистов. Потому что трансплантация это высококлассные, высокотехнологичные операции. Потом здесь расходный материал, дорогостоящий, который стоит на особом учете. И просто так его используют. Во-первых, приобрести никак нельзя. Во-вторых, ну и дальше использовать тоже нужно как раз применение высококлассных специалистов. Только они знают. Финансовая нагрузка. Финансовая нагрузка колоссальная. И вообще, конечно же, говорить о том, что где-то в подвале сделать трансплантацию органов, это практически невозможно. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Введение этого пациента после операции. Вот даже вот этот промежуток. А какая финансовая нагрузка лежит на лабораторной службе? Это сложнейшие лабораторные исследования. Это типирование. Это проведение таких лабораторных исследов, как кросс-мач. Это очень сложные лабораторные вещи. Далее, расходный материал, как Ольга Викторовна правильно сказала. Это обученные кадры, которые владеют техникой сосудистого шва, техникой урологической, техникой хирургии гепатобилиарной зоны. Это, в общем-то, тут, говорит, трансплантология – это наивысшая ступень развития хирургии, я считаю. Выше пилотаж. Мы еще до этого же говорили, что вообще подрецепиент должен быть практически абсолютно здоровым человеком. Понимаете? И для того, чтобы в этом убедиться, этого человека нужно обследовать. И обследовать не так, что вот ты вот его схватил и тут же порезал его, вынул орган и отдал куда-то. Понимаете? Это не сиюминутная вот эта операция. Действительно, это очень большое затратное дело. И еще одно. Этот орган, он может просто не подойти к другому человеку. Понимаете? Это настолько такой отбор идет, что, ну, допустим, у родственной – это понятно. Мы его отбираем в плановом порядке, все. А что касаемо трупной, то, вот, допустим, мы, ну, грубо говоря, кто-нибудь из черных трансплантологов заберет орган. А кому он его пересадит? Ну, вряд ли кто-то из… ну, он же будет под кого-то пересаживать. То есть вот богатый человек, он там лежит, я хочу, допустим, почку. Ну, так, грубо говоря. И они будут искать кого-то среди этих… Это нонсенс, это фантастика. Говорят, Джордж Феллер себе, там, шестое сердце или какое пересадит? Это седьмое. Седьмое. Видите, вот, вот речь всегда об этом. То есть у нас люди опасаются, в первую очередь, того, что богатые люди могут себе позволить все, что угодно. Могут уничтожить, там, десятки, двадцать людей, да, ради того, чтобы добыть только свой орган. Ну, мы скажем, в каждой стране свои законы. Поэтому, ну, у нас, в Российской Федерации, наш закон, мы его должны следовать. А в Америке, естественно, там деньги, там и ваше деньги. Спасибо всем, коллеги, за диалог. Но хочется завершить вот таким лозунгом в Испании. Не забирай свои органы на небеса. Небеса знают, они нужны на земле. Вот именно этот лозунг помог изменить отношение в обществе к донорству органов. Надеюсь, что он позволит изменить это отношение у нас. Спасибо, это было «Не пропусти». Главное, всего вам доброго. До свидания. До свидания.